Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре вместе с Александром Элдером, на котором, как всегда, поговорим о ситуации на рынке, обсудим ключевые инструменты и послушаем мнение Александра по текущей ситуации, по отдельным акциям. Как всегда, наш вебинар будет содержательный, большое количество информации, поэтому приготовьтесь и мы начинаем. Перед началом, как всегда, несколько слов с моей стороны. В первую очередь, это всегда предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. В свою очередь, данный вебинар проходит на платформе Admiral Markets. Мы являемся брокерской компанией, предоставляем возможность как торговли, отдельными инструментами, активами, так и инвестиционные счета, на которых вы можете покупать акции, держать их в долгосрок, формируя свой портфель. Также мы уделяем большое количество внимания обучению, поэтому мы рады, что Александр раз в месяц может присоединяться к нам и делиться своим опытом. Также я рекомендую вам подписаться на наш YouTube-канал, потому что если вы в следующий раз, например, пропустите наш вебинар, то вы всегда сможете его найти в записи и в Telegram-канале будет также дополнительно анонсы, то есть вот YouTube-канал, Telegram-канал, там мы вас дополнительно также оповестим о следующих вебинарах и вы сможете также принять участие непосредственно онлайн. Сегодня мы, как всегда, в начале также поговорим, посмотрим на ключевые инструменты, да, S&P 500, DAX, евро-доллар, нефть, золото, то есть те ключевые инструменты, которые мы смотрим. Мы подведем итоги конкурса, в котором как раз мы разыгрываем книгу с автографом Александра, подведем итоги прошлого конкурса и приступим как раз к тем акциям, которые присылали наши участники к этому вебинару. Далее у нас будет серия ответов на вопросы, после этого я расскажу о том, как можно в MetaTrader установить индикатор Александра и еще раз расскажу про правила конкурса, в котором мы как раз разыгрываем книгу с автографом. С моей стороны это все. Александр, как всегда, с нетерпением ждем этот вебинар, всегда очень внимательно слушаем, очень много писем, да, очень много комментариев под видео на YouTube-канале я получаю, очень много теплых комментариев, поэтому, Александр, передаю слово вам. Спасибо, спасибо большое за теплое приветствие, Роман, всегда очень приятно с вами встречаться, хотя в последнее время только на интернете. Лично в Таллине было бы еще приятно. Давайте начнем с того, чтобы разберем сегодняшние рынки, потом посмотрим на победителя предыдущего конкурса, затем посмотрим на те акции, которые прислали на разбор сегодня, а потом ответы на вопросы. Так, я почему-то не вижу ваш экран, это наверняка моя проблема. О, увижу, спасибо, прекрасно, это моя проблема, а не ваша. Это, вы знаете, мне напоминает советский анекдот, приехал Чукча поступать в литературный институт. Сегодня, конечно, некорректно рассказывать эти этнические анекдоты. Приемный экзамен у него спрашивают, кто такой Толстой, а кто, кто, ну ладно, а кто такой Чехов, а кто, 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 кто такой Горький, кто, а как же так? Он говорит, Чукча не читатель, Чукча писатель. Так же и я, очень слаб с компьютерами, и обычно, зато очень сильна в этом деле жена, поэтому я всегда его свистываю, и она настраивает мне все. Но сегодня я нашел ваш экран сам, и еще раз извиняюсь за старую политически некорректную шутку. Директор музея этнографии в Ленинграде, Чукча, так что ни в коем случае глубоко культурный человек, доктор наук, ни в коем случае не хочу обижать никого. Поехали. Смотрим на рынок СНП. На недельном, значит, всегда стратегическое решение на недельном графике, тактическое на дневном справа, но что ярко бросается в глаза, именно на правой стороне графика, как ведет себя этот рынок в последние месяцы. Видно и на недельном, и на дневном, что он поднимается четко вверх. А на недельном графике виден замечательный подход. Примерно раз в месяц происходит паника. Она была в мае, она была в июне, она была в июле, и она была в августе. Эта паника заключается в том, что рынок обваливается, падает до нижней границы конверта, точно или немножко больше или почти, но до нижней границы конверта. И все это падение занимает всего пару дней, и потом рынок опять взрывается на новую высоту. Когда-то эта система кончится, конечно, но пока она продолжается, стоит ее отслеживать, и вероятно, так и поступают многочисленные люди с большими деньгами. Как только рынок падает до нижней границы конверта, они начинают активно закупать. При этом подъем на рынке, на удивление узкий, поднимается очень относительно небольшое количество акций, но поднимаются самые дорогие акции. Google, Apple, Microsoft, и вот они как паровоз тянут этот рынок вверх. Среди маленьких акций поведение совсем другое. Многие из них опускаются и продолжают опускаться. Но мы на это посмотрим, когда будем рассматривать акции сегодня. Но глядя на недельный график S&P, тренд вверх на недельном графике, тренд вверх на дневном графике. И, кстати, сегодня даже, видите, была маленькая паника. Рынок обвалился с утра и уже начинает подниматься опять к точке, на которой он открылся. Так что тренд идет вверх. Естественно, что нужно быть очень осторожным, поскольку S&P на дневном графике близко уже к верхней границе конверта. Но, как вы видите в прошлом, он около этой границы может оставаться несколько недель. Так что то, что он касается этой границы, это не значит, что нужно все продавать и играть на понижение. Просто быть более аккуратным в выборе акций на покупку. Давайте посмотрим следующий график, что бы вы хотели. Такс обычно вы любите, да? Опять-таки, на недельном графике очень равномерный подъем. И на недельном графике, собственно, видны вот эти периодические паники. Была паника в октябре прошлого года, паника в январе и так далее, и так далее. Но эти паники на недельных графиках, они более мелкие, чем на дневных. Рынок просто, да, обваливается в зону ценности и, так сказать, после этого начинает расти вверх. Дневной график менее равномерный, чем в Соединенных Штатах. Сейчас, гадя на дневной график, мы видим, что сегодня опять была маленькая паника немецкой биржи. Из нее этот рынок уже практически вышел, вышел, не практически, а вышел, вошел обратно в зону ценности. И что очень важно для меня, и на недельном графике, и на дневном, вы можете заметить, на недельном графике, сам, около, недалеко от левого края этого графика, это было еще лето прошлого года, МСД достигло рекордной высоты. Это показывало колоссальный прилив быков на рынок и указывало на то, что тренд, вероятно, продолжится. Переходим на правую сторону, смотрим на дневной график, и здесь мы видим колоссальный взлет МСД гистограммы в прошлом месяце, рекордный взлет за много месяцев. И это указывает на то, что прилив быков был очень сильным, и что подъем немецкой биржи, вероятно, продолжится. Следующий график. Евро-доллар. Евро-доллар выглядит очень интересно, и он на недельном графике, мы видим, что евро-доллар упал, и он упал где-то в район 1,15, 1,16, оговорился, 1,16, 1,17, то есть он где-то находится в зоне такой поддержки. И что очень важно для меня, это то, что он сейчас, последнее дно ниже, чем дно, которое было в феврале. То есть, когда новички видят такую картину, новое дно, они сразу говорят, вот у нас пролом вниз, и сейчас это действительно обвалится со страшной силой. У меня другой взгляд на это. Большинство проломов оказываются фальшивыми проломами, ложными проломами. И когда я вижу этот пролом, и одновременно внизу я вижу великолепную бычью дивергенцию МАСД гистограммы, и очень яркую дивергенцию индекса силы, то я говорю себе, похоже, что этот рынок нащупывает дно. Он дал ложный пролом, то есть все, у кого были стопы ниже февральского уровня, были выбиты из них, и сейчас, значит, рынок поднялся уже выше февральского донышка. Для меня это выглядит благоприятно. И поэтому со стратегической точки зрения я подхожу к такому графику и говорю, надо смотреть теперь на дневной, не найдем ли мы возможности этот рынок купить. Смотрим на дневной график. И здесь тоже видим вот этот ложный провал вниз. Рынок подтянулся. Единственное, вот озадачивает немножко, что он продолжает что-то толпиться на уровне своего июльского дна. Я больше поверю в это ралли, когда рынок четко закроется выше июльского дна. Но в принципе это бычья ситуация. Имеется бычья дивергенция МАСД гистограммы, бычья дивергенция МАСД линий, бычья дивергенция индекса силы. Это показывает на то, что медведи ослабевают и вполне реален разворот евро вверх. Но это не значит, что он прямо сейчас встанет и как свеча пойдет вверх. Как бенгальская свеча пойдет вверх. Это совсем не обязательно так. Он может полоскаться около этого дна довольно долгое, в течение довольно долгого времени. Но сигналы из недельного и дневного графика показывают на то, что медвежий рынок пришел к концу, скорее всего. И теперь давайте посмотрим на следующий рынок, который, кстати, меня очень интересует, в котором я даже участвую. Это золото. Золото, да, открою золото. Вы знаете, я не помню, говорили ли мы о золоте, а это было уже после того, как у нас был наш вебинар в июле. Золото, мне колоссально нравится недельный график. Вы видите, вот такой один длинный штрих, один длинный столбик, который преодолел предыдущее дно на 2 доллара. Цена золота 1800 долларов за унцию, плюс-минус копейки. И вот этот вот выпад такой резкий пробил предыдущее дно на 2 доллара. 2 доллара – это 0,1%. И это как раз то, о чем я говорил раньше в отношении S&P, в отношении немецкого рынка, в отношении евро. Это ложный пролом. Это то, что захватывает всех новичков, а профессионалы смотрят на такое и говорят, а не ложный ли у нас пролом. Смотрим на недельный график золота. Великолепная бычья дивергенция МСД гистограммы. Смотрим на индекс силы на недельном графике. Великолепная бычья дивергенция индекса силы. То есть, недельный график золота говорит, время покупать. Как так у меня срываются эти слова с губ, я сразу хочу напомнить нашим слушателям, что я не могу вам дать совета, покупая это, продавая то. По той простой причине, что я не знаю ни размера вашего счета, ни вашей терпимости к риску, ничего такого. Поэтому, что я не могу вам дать совет, покупаю или не покупаю, играю на понижение или нет. На что я могу и продолжаю делать, это я думаю вслух перед экраном. Я высказываю, что я вижу и как я читаю этот график. Добро пожаловать слушать. И если вы решите, что вы чем-то, каким-то из инструментов, которые мы разбираем, хотите торговать, обязательно, обязательно на 100.0% используйте правила контроля над риском. Эти правила описаны во всех моих книгах. И, кстати, сейчас очень хорошо двигается перевод новой, моей последней, она не такая новая, уже 5-6 лет, но на моей последней и самой важной книге. В предыдущих книгах эта, конечно, тема была освещена не так резко, но, тем не менее, посмотрите, правила 2%, правила 6%, стальной треугольник и так далее, и так далее. И еще одно слово, еще один абзац про недельный график. Фигура, которую вы видите, вот этот вот колоссальный выпад и возврат, это называется хвост кенгуру. Когда вы видите, в какую сторону хвост кенгуру, вы знаете, кенгуру будет бежать в другую сторону. Это как хвост кенгуру, это длинный штрих между двумя нормальными штрихами. Так что это очень бычья фигура. Смотрим на дневной график, переходим к дневному графику на золото. Мы видим, опять-таки, это колоссальный выпад, ложный пролом. И золото сейчас подтянулось выше предыдущего донышка и затормозилось немножко. Выглядит хорошо, выглядит совсем-совсем неплохо. И что я делаю по этому поводу для себя, для собственного счета? Огромное большинство моего трейдинга очень краткосрочное. Я держу позиции несколько дней, редко-редко две недели. Больше двух недель даже очень редко. Но у меня есть, как у большинства американцев, которые имеют какие-то деньги, у меня есть пенсионный счет, в котором я трейдингом не занимаюсь, просто потому, что это требует продажи накратка, например, которая там запрещена в пенсионном счете. Поэтому я ищу всегда положить какие-то акции, которые будут там лежать в течение более долгого периода времени, за которыми я не буду следить каждый день. И поэтому вот сейчас я стал понемножку прикупать акции золотодобывающих компаний. Роман, если вам не трудно, запечатайте GTX, George Thomas X-Ray. Один момент. Если у вас это есть под рукой. Если нет, то другая акция. Я вам дам другую. GTX, прекрасно. Так, GTX, вот я не вижу. У вас нет. Сделайте, возьмем другую. AUY. Y. И краткое. Есть? Вот, Yamana Gold. Да. Один момент. Да, да. Есть. Мы видим здесь двойное дно. Причем на последнем дне, которое было в плавшее месяц, во время этого выпада Yamana Gold опустилось на один цент ниже предыдущего дна, если память не изменяет. 4,51 было тогда. А здесь... Если вы про... А здесь... Вот этот минимум вы имеете в виду? Я имею в виду. Вот минимум в центре, который был вот здесь вот, да? 4,51, по-моему, было. Нет, вот тут чуть-чуть правее. Чуть-чуть правее. Вот этот. Вот нет, нет, еще правее. Два бара идут до дна. Вот так вот, до этой линии. Два бара, которые касаются линии. Какая самая низкая цена? 3,99. Это горизонтальная линия. А проверьте самую низкую цену. Если вы можете кликнуть на бар. Неважно. Короче говоря, Роман, это не принципиально. Мы видим двойное дно с сложным проломом или нет. И великолепные бычьи дивергенции МСД-гистограммы, индексы силы. Переходим на дневной график справа. И мы видим, как яма на голд, когда падало золото, акция обвалилась, даже получила гап в начале июня. И затормозилась около дна. И уже на втором донышке золота даже не достигла предыдущего дна. То есть четко... Посмотрим на МСД-гистограмму. Какова была сила медведей в июне, и какова сила медведей сейчас. То же самое с индексом силы. Это образец золотодобывающей акции, которую я начинаю прикупать. Их несколько штук. Нужно быть осторожным, потому что многие из этих золотодобывающих компаний работают в странах с очень странной политикой, где компанию могут прижать всяческим образом. Эта компания работает в Канаде. хорошая компания. Это вот Yamana Gold, AUI, GTX, которые, к сожалению, мы не нашли. И еще есть компания со смешным тикером SSSR. Это серебряная компания. У кого будет время посмотреть, добро пожаловать. Давайте теперь посмотрим акцию, которую выиграла конкурс в прошлый раз. И как часто бывает, как часто бывает, мне кажется, что это был не то, что очень хороший анализ, а это была очень удачная сделка. Один из наших участников закоротил компанию под тикером TAL. Вы показываете, или, Яроман, вот я сейчас покажу просто саму сетку тех участников, кто был, вот сейчас должно быть видно. Вот здесь видны все акции, которые как раз присылали. И было две акции. Это шорт по стикерам SRPT. Почти 16% за месяц прошло. И TAL. То есть мы как раз не разбирали эту акцию в прошлый раз, хотя она была достаточно спорная во всех отношениях. Поэтому я со своей стороны победил у нас, к сожалению, там был указан только ник Девон. Я напишу на YouTube-канале, соответственно, как можно будет забрать книгу с автографом Александра. Мы с вами обязательно свяжемся. И да, вот я сейчас быстро просто покажу, как раз, чтобы вы видели те акции, которые прислали в этом месяце. И сейчас я, Александр, передам управление вам, и вы сможете тогда показать уже у себя. Я думаю, что так будет удобнее. Как хотите. Так, я смотрю сюда. Вот эта компания TAL. Вот я выхожу на где-то на Zoom. И Share Screen. И Desktop. Вот так. Извините. Вы видите мой экран сейчас? Мы видим. Все в порядке. с этой компанией TAL. Я поставлю этот дневной график. Компания, так сказать, спокойно жила и никого не обижала. Как раз на момент нашего предыдущего вебинара. Я подгоню немножко эту сторонку. Вот так вот. На момент нашего предыдущего вебинара она стоила где-то порядка 20 долларов. и в один и значит, Деван ее хотел закоротить и вдруг она обвалилась с 20 долларов до 7. Что произошло? Произошло очень просто. диктатор коммунистического коммунистического Китая объявил, что все образовательные компании должны перейти на общественные начала и работать бесприбыльно. То есть, стать компаниями, которые работают на людей, а не на прибыль. А таких компаний довольно много. и эти все компании обвалились. И вот, в частности, эта компания ТАЛ, которая в свое время стоила вообще большие деньги. Она, если мы посмотрим на недельный график, она стоила почти 90 долларов. К моменту нашего последнего вебинара, предыдущего вебинара, она стоила 20 долларов. На сегодняшний день вы можете стать счастливым обладателем этой акции за 5 долларов. Я не знаю, знал ли дьявон, что будет происходить в Китае, но, конечно, политическая перетряска в той замечательной стране пошла ему сильно на руку. Так что, поздравляю, поздравляю с победой. Лучше, вы знаете, есть поговорка американская, лучше быть удачливым, чем умным. Это удачливая сделка. Вот такие пироги. Ну, я про Китай распространяться не буду. Те из вас, кто читает по-английски, а может быть, она даже по-русски есть. Здесь совершенно замечательная статья вышла недавно. Джордж Сорос написал статью Wall Street Journal относительно Китая. Советую почитать. Роман, может быть, перейдем тогда к вопросам, которые пришли к нам сегодня? Как удобнее. Мы можем посмотреть акции, которые предложили и в конце на вопросы или может сейчас вопрос начать? Как вам будет? Давайте с вопроса начнем, потому что мы всегда их откладываем на конец и получается немножко скомканно. Зармик пишет. Как лучше входить в сделку? Сразу использовать при входе весь риск или разделить на две части и в два захода открывать позицию? Какие преимущества и недостатки каждого из этих метров? Кстати, очень хорошо, что Зармик говорит преимущества и недостатки. У большинства методов есть и преимущества, и недостатки. Так что вопрос очень правильный. Знаете, зависит от зависит от темперамента человека. И тот, и другой методы являются совершенно легитимными. Я предпочитаю входить в сделку сразу. Просто если пошел только на половину, то потом добавить вторую половину становится очень трудно. Если сделка немножко выше, то покупаешь половину позиции, она идет вверх. Ах, я упустил, подожду, пока опустится. Она не опускается и уходит. Потом начинаешь ее догонять. Плохая позиция. С другой стороны, конечно, такой многоступенчатый вход имеет свои преимущества, что если покупаешь и боишься, то вообще лучше зачем покупать вторую? Если страшно ее покупать, купи меньшего размера, и все. Так что я предпочитаю входить в один раз. С другой стороны, как выходить из позиции? Для себя я тоже. Я или вошел, или вышел. Вот одно из двух. А у меня есть друг и партнер, с которым мы ведем вместе веб-сайт Spike Trade. Он выходит всегда в три шага. Он устанавливает ближнюю мишень, дальнюю мишень, а потом ставит скользящий стоп за оставшуюся третью. И из последней третьей позиции выходит уже таким образом, чтобы поймать, а вдруг что-то лишнее отвалится. У каждого свой подход. Он это любит. Кстати, почему он это делает? Он такой перфекционист. И когда он выходил одним разом всегда, то потом всегда грызь себя. Он то сделал неправильно, это сделал неправильно. А если выходить в три шага, то хоть один из трех окажется отличным. Так что оба метода совершенно легитимны и зависят от вашего темперамента. Но только спросите себя какова психологическая основа вашего подхода? Страх, жадность, боязнь? Жадность вряд ли, страх скорее всего. Если страшно, уменьшите позицию, никогда не покупайте такую позицию, с которой вам будет страшно. Похожий вопрос от Дана, Дан 278. направление тренда на недельном графике лучше определять в начале недели, в середине или в конце. Тренд совершенно ясен к закрытию в пятницу. В понедельник это большой вопрос. К среде уже начинает немножко устаканиваться. То есть это весы, на которых вам нужно взвешивать определенность и прибыльность. потому что когда рынок закрыт, все совершенно определенно уже, но прибыльность к сожалению не нулевая. Поэтому вам нужно для того, чтобы успешно торговать, брать на себя определенную часть неопределенности. Какова эта часть зависит от вас. Если тренд определен, точку входа на дневном тренде лучше определять в начале дня, в середине или в конце дня. Вы знаете, есть очень разумный метод, называется opening range breakout, прорыв из диапазона открытия. Большинство фьючерсов и многие акции, фьючерсы особенно, они взрываются при открытии вверх, вниз и очень активно торгуются в течение 10-15, иногда 20 минут. после этого наступает затишье. И вот если диапазон закрытия, акция резко скачет вверх-вниз внутри диапазона открытия. Когда он затихает, вы смотрите на ширину этого диапазона. Если он узкий, то, скорее всего, будет прорыв оттуда. Узкий диапазон открытия это как боксер, который стоит, ноги близко одна к другой, его легко спихнуть с места. Если диапазон открытия очень широкий, то акция скорее всего проведет весь остаток дня в этом диапазоне. И в таком случае лучше играть от стенки диапазона. То есть когда широкий диапазон открытия и ваш инструмент подходит к верхнему краю, надо остановить, а нет ли возможности закоротить. Когда он подходит к нижнему краю, нет ли возможности купить. То есть играть внутри диапазона этого дня для внутридневной торговли. А если диапазон узкий, прорыва и естественно следует за ним. Надеюсь я ответил на ваш вопрос. Роман написал вопрос, который я прочитал два раза. У меня только один совет Роман. Прежде чем посылать вопрос, найдите приятеля кого-то и скажите я хочу что-то мне сказал. Ты понимаешь мой вопрос или нет? Прочтите мой вопрос. Я его понять не мог. Я когда книжку пишу, когда книжка уже написана, я читаю вслух кому-то из друзей, кто знает трейдинг и слежу за их выражением лица. Если что-то непонятно, значит в книжке чего-то неправильно. Нужно переписать этот абзац или два или главу. То же самое. Я не могу понять вопрос, так что пожалуйста попроще в следующий раз. Попроще. Попрямее. Вы описываете позицию с десятью условиями, я их должен держать в голове, чтобы понять, что вы имеете в виду. проверяйте качество своего вопроса на знакомых. Понимают они его или нет? Если люди его не понимают, то значит вы его неправильно высказали. Вопрос у вас наверняка есть, и он заслуживает ответа, только вопрос должен быть такой, на который можно ответить. Валентин спрашивает, полезны ли для трейдера инвестиционные правила по диверсификации по странам, секторам и прочему, или в своих операциях стоит опираться только на выбранную торговую систему, дисциплину правила контроля над капиталом. У Ленкин три гвоздя дисциплина, правила контроля над капиталом и выбранная торговая система. С этим возможно с парашютом выбросить в Африке, вы там найдете африканский рынок и там будете делать деньги. Это самое главное. Выбранная торговая система, дисциплина, правила контроля над капиталом. Диверсификация такая штука, что чем больше диверсифицируешься, тем более усредненный результат получается. Для того, чтобы сделать настоящие деньги, нужно сконцентрироваться и бить по узкому сектору и знать тогда, вы будете лучше. Но вы совершенно правы, нужно сфокусироваться на собственной системе. А диверсификация, это, вы знаете, пускай диверсифицируются фонды, у которых сотни миллионов долларов, и они не могут войти в сделку, как мы с вами можем войти в сделку, там, тысячи акций, а им нужно миллион акций, а миллион акций купишь, двинешь рынок. Вот они диверсифицируются. Стоит ли перед заключением сделки обращать внимание на фундаментальные, Валентин продолжает, обращать внимание на фундаментальные показатели и новостной фон вокруг компании, или лучше не распыляться и полностью сконцентрировать внимание на поиске наиболее сильных сигналов в своей торговой системе. Опять, вы правильно фокусируетесь на системе. Что касается фундаментального фона, фундаментального фона, есть несколько факторов, которые обязательно надо проверять перед каждой сделкой. Когда эта акция будет объявлять о своих доходах, публиковать доклад о своих доходах. Это то, что, кстати, во время наших вебинаров, я не знаю, участвовали в них раньше, всегда происходит обычно я смотрю на акцию, я всегда прошу Романа посмотреть на интернете. Сайт называется finviz.com, бесплатный, где даются все ключевые фундаментальные показатели. когда будет доклад о доходах, о доходности компании, каков процент короткого интереса в этой компании, когда он высокий, то нужно быть очень осторожным, коротить. И также говорится, когда в этой компании будут, платят ли эта компания дивиденды, когда она их будет платить, это лучше всего смотреть на интернете, на сайте NASDAQ, nasdaq.com или nasdaq.org, короче, на сайте NASDAQ. вот эта фундаментальная информация, это как пни на дороге, чтобы не споткнуться, посмотреть, где они находятся. А остальное, если я больше смотрю, на что люди смотрят, что сейчас самое популярное, конечно, стараю, потому что в этих акциях больше волатильности и больше возможности сделать деньги. Но это как на лыжах кататься, когда опытный лыжник, он ищет горы повыше и покруче. Александр пишет, хороший вопрос, каким образом начинающему трейдеру подходить к организации торговли, как планировать и аналитическую работу, и сам процесс, как это происходило у вас, необходимы ли какие-то навыки, можно ли их развить себе, насколько это сложно вообще. У меня это происходило очень долго, с потерями и с дезорганизацией, потому что ни у кого было научиться. Но в конце концов я достаточно долго бился головой о стенку, и определился со своей системой. Что я делаю? Во-первых, вам нужно решить, вы предпочитаете работать с утра или вечером. Вот мой друг и партнер Кирилл Лаворон, про который я сегодня уже упоминал, он вечером, рынок закрывается, он начинает делать домашнюю работу на завтра. Для меня рынок закрывается, все, это конец рабочего дня, я обычно встаю утром пораньше и начинаю с утра делать домашнюю работу. В чем она заключается? Нужно оценить состояние рынков, нужно оценить состояние активов, которые вас интересуют, которые у вас есть, заполнить свой торговый дневник за предыдущий день. Самое важное, что начинающий трейдер может сделать для своего роста, это вести хороший торговый дневник. График входа, график выхода. На обоих графиках записи, почему вошел, почему вышел. Ну, естественно, конечно, сеточка, где все просчитываются всякие цифры. Этот дневник просматривать периодически, сделав сделку, возвращаться к ней, закрыв сделку, возвращаться к ней через пару недель и смотреть, опять делать новый график, приклеивать его туда же, приклеивать на компьютере. И смотреть, как развелась сделка после того, как вы из нее вышли. То есть, это поможет вам стать своим собственным учителем. Процесс должен быть обязательным. То есть, вы ведь, наверное, с утра чистите зубы, даже если не собираетесь в офис, никто не пожалуется, что пахнет, а все равно чистите зубы. Почему? Ну, вот так надо, так полагается. То же самое с акциями. Если вы не собираетесь торговать сегодня, все равно посмотрите рынки, посмотрите, посмотрите рынки, посмотрите на ситуацию. То есть, домашняя работа должна быть ежедневной. Вот такие советы, до которых я дошел, набив себе кучу шишек много лет тому назад. Ежедневная работа, аккуратное ведение записей и возвращение к ним периодическое. То есть, мы все идем вперед, наступаем на те же грабли десять раз. Давайте не будем наступать на них больше одного или двух. А для того, чтобы на них не наступать, требуется вести записи, нужна память. Нужна, как говорится, экстракраниальная память. Память, которая вне головы, на бумаге или на компьютере и посматривает на нее. Евгений спрашивает, при внутридневной торговле индекс силы 13 или 2? Я только 13 пользуюсь, я совершенно перестал пользоваться двушкой. И другой вопрос, при внутридневной торговле где устанавливается стоп-лосс по закрытию дня или по АТА? Я ставлю стопы по АТА, но если я занимаюсь внутридневной торговлей, то стопы у меня в голове, потому что рынки движутся слишком быстро, я хочу этот стоп передвинуть, слишком много мороки. По внутридневной торговле стоп в голове, но для этого вам нужно быть уверенным, что у вас есть дисциплина, чтобы этот стоп отдать приказ, если рынок попадет после вас, против вас. Что очень трудно сделать. Теряешь деньги, кажется, ну сейчас развернется, сейчас развернется, а он не разворачивается, он немножко развернулся, сейчас еще развернется, еще больше просадка. Поэтому, конечно, реальный стоп для большинства людей это самый лучший вариант. Очень опытный, очень опытный трейдер может только держать его в голове. И последний вопрос от Девана, который победил с очень удачной сделкой. Действительно, сейчас происходит штамм миграции населения с севера на юг, и не связан ли переезд доктора именно с этой миграцией. Во-первых, миграция в Штатах происходит, только что вышли результаты, только что вышли результаты последней переписы населения, миграция происходит из маленьких мест в большие. То есть, города растут, пригороды растут, а вот такая провинция, деревня чуть-чуть гаснет. Так что, это с севера на юг никто не едет. Это не происходит. То есть, кто-то едет, конечно, но это не система. Я переехал всего лишь на 150 километров от того места, где я жил раньше, и переехал сюда по двум причинам главным. Это то, что здесь очень быстрый интернет, и то, что здесь очень хорошая культурная обстановка. Здесь один из главных университетов страны, очень много компаний высоких технологий, и по всяческим есть рейтинги, качество жизни в разных районах страны. Этот район постоянно на первом или на втором месте. Так что, если я приехал, только искать для качества уровня жизни. А жена еще была в пользу переезда за то, что здесь налоги ниже в этом штате, меньше платить. Это она занимается. Окей, вопросы мы проработали. Давайте посмотрим акции теперь, по крайней мере, что успеем, но постараемся пойти на большой скорости. Хорошо, Да, конечно. пишет Дмитрий, тер, 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 в short. Терадайн, старая технологическая компания. Очень неплохой вариант, очень неплохой вариант. Смотрите, рынок, для сравнения, рынок S&P, я сейчас выведу, хочу, одну секунду. Так, 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 сюда, сюда, сюда. Вот рынок S&P, да, вверх по линейке. Смотрим на терадайн, акция явно слабее, чем весь рынок. Достигла пика в феврале и с тех пор постепенно, постепенно тонет, гаснет. Так что, на прошлый, недельный график, на прошлой неделе проломила поддержку и сейчас подтягивается обратно, но все еще ниже скользящих средних, ниже зоны ценности. и вот уже три дня мылиться в зоне ценности, не может ее преодолеть. Так что, вполне, вполне разумный подход. Желаю успехов. Анна пишет, хочет рассмотреть компанию VIRT. финансовая компания слышал про нее, но, кажется, слышал звон только. Был очень яркий двойной топ. Вот так вот здесь. Посмотрите на дивергенцию МС-регистограммы. какой сильной она была. Сейчас у правого края четыре недели тому назад был пролом вниз и с тех пор компания как бы выздоравливает. Но глядя на нее, глядя на нее, трудно прийти в восхищение. Да, был пролом. Скорее всего, это вышли сообщения о доходах. Если Роман взгляните, это было в первых числах августа. и она завязла и идет никуда. Не вызывает особого... Вот то, что она висит просто и никуда не идет. Может, у вас фундаментальная информация какая-то есть, но с технической стороны она не выглядит для меня, по крайней мере, привлекательно. привлекательно. Дмитрий спрашивает XLNX XeLink XLNX Компания четко находится в тренде вверх. Несколько опасная зона... Сейчас, одну секунду. Нужно передвинуть мне это окошко. несколько опасные зоны, потому что... Сейчас я хочу проверить цену. Максимальная цена, которая была в январе 154 доллара 93 цента. Максимальная цена на этой неделе 156.50. То есть акция поднялась на 1% выше предыдущего верха и не смогла удержать высоту. Так что это как раз те ситуации, в которых я начинаю ловить возможность закоротить. Ух, как красиво! Как красиво! имеется ложный выпад вверх и при этом кричащая медвежья дивергенция MACD гистограммы и MACD линий. очень привлекательно и Дмитрий желаю успехов. Это действительно технические сигналы очень яркие. Андрей тоже хочет закоротить компанию DFS. это компания выпускает кредитные карточки. Есть MasterCard, есть Visa, а есть вот еще это Discover помельче. Я не знаю, идет вверх, идет вверх довольно уверенно. MACD гистограмма постепенно принижается к нулю, и странно. Просто вы знаете, просто в длительном продолжающемся тренде это совершенно нормальное явление. Гистограмма приближается к нулю. Я не вижу здесь особой привлекательности коротить. Сергей пишет GPRM Long сейчас G опечатка GRPM Groupon это компания, которая выпускает купоны для распродаж. То есть, они связываются с большими разными компаниями, говорят, вы нам дайте 50% на обычный купон, и мы вам приведем кучу новых заказчиков. заказчиков. Компания довольно лживая, у них были серьезные проблемы с подмахлевыванием финансовой отчетности. Как вы видите, компания вышла по цене 90 долларов, утонула до 10, поднялась до 65 и сейчас опять около 20. Торгуется около нижней кромки конверта. На дневном графике отказывается умирать. Это самое большое, что я могу сказать про нее. Шла по направлению к нулю и затормозилась. Покупать ее надежда, но нет четкого сигнала на покупку. Четкого сигнала я в этой компании не вижу. Сергей предлагает посмотреть на музыкальную компанию Spot, очень популярная фирма по доставке музыки. Вот это выглядит настолько лучше предыдущей компании. Во-первых, у них есть настоящий бизнес, они продают музыку и получают доступ к музыке и получают за это какие-то хорошие деньги. У меня нет счета в Spotify, но я знаю очень многих людей, которые прямо живут на этом сайте. Двойное графике очень хорошее двойное дно. Вы видите ложный пролом вниз. Предыдущее дно было 228 долларов. На прошлой неделе акция опустилась до 201. Очень сильный пролом, кстати, 10%. Сейчас она уже 224 доллара. Недельный график очень рекомендует покупку. Дневной график говорит не торопись, потому что подъем замедлился, сегодня уже акция опускается, МСД гистограмма очень высоко и закруглилась уже. Индекс силы показывает очень сильную перекупленность. Поэтому я бы повесил эту акцию в список тех, которые хочу отслеживать и купить, но я бы не стал в нее прыгать прямо вот так сегодня. Смотрим дальше. Зармик A-O-U-T A-O-U-T начинаю с недельного, здесь почему-то на секунду задумался и посмотрел на дневной на повышение. Акция очень молодая, она была выпущена только в прошлом году по цене около 14 долларов, быстро как-то была вспышка интересов на второй неделе ее жизни. и потом акция поднялась до 37, сейчас опустилась до 26 долларов, ложный пролом вниз, недельный график ниже ценности и импульсная система разрешает покупку, перестала быть красной. смотрим на дневной график. Неплохо, неплохо. Я обычно побаиваюсь таких очень молодых акций. Смотрим здесь, дно в июле было 26 долларов, дно на прошлой неделе было 25, 55, так что был ложный пролом, прорыв вниз. Да, из РМИК совершенно легитимная сделка. Слишком молодая на мой счет, но никаких технических возражений против нее я не вижу. Желаю успеха. Виталий, FTI Long. Роман, мы, видимо, немножко продержимся дольше, у нас еще где-то осталось штук 10. таких сделок. FTI Long. Акция, недельный график, акция в свое время, акция в свое время стоила 20, 40, стоила 45 долларов. На сегодня она упала от 45 до ниже 4 в прошлом году, и сейчас уже стоит около 7 долларов. медленный подъем со дна, была реакция этим летом, и у правого края импульсная система стала синей, разрешая, значит, покупка уже не запрещена. Смотрим на дневной график, бычья дивергенция, вполне, выглядит вполне нормально. Желаю успехов. Денис, на авиент в лонг и на выплату дивидендов. Когда дивиденды не пишут, N-A-V-I. Все выше и выше. Роман, вы не гляньте на секунду на Finviz, чем занимается, я не вспомню, чем занимается эта акция. Кредитный сервис написано. Люди любят кредит. Выглядит очень достойно и переоценена, конечно, но может оставаться переоцененной очень долгое время, как мы видим по этому графику. И единственное, что я сказал бы, видите, маленькая паника каждые пару недель на дневном графике. То есть акция продается сейчас по 22,48 на данный момент, а зона ценности ниже 22. То есть где-то я бы постарался при покупке ловить ее в зоне ценности, то есть ниже короткой скользящей средней. В данный момент 22 доллара, через несколько дней это будет на несколько центов выше. Выглядит очень приятно, желаю успеха. Валентин, Канагра, Влонг, это продуктовая компания, оптовики закупают, они закупают зерно и так далее. Покупать такую компанию я бы еще посмотрел, я не смотрел в последние недели на фьючерсы зерновых, потому что это очень важный фактор для такого типа фирмы. Компания опустилась за это лето с почти с 39 долларов до 33, то есть потеряла около 20%. Импульсная система пыталась повернуться раньше в этом месяце, сейчас она опять красная. Смотрим на дневной график. Вы знаете, что бы я сделал на вашем месте? Вот это донышко, которое было в самом начале августа, низшая цена была 32,25, 32,25. Если эта компания пробьет это донышко и потом поднимется, вот это будет ложный пролом вниз, видимо, будет дивергенция и все такое. То есть в данный момент я бы держался от нее в сторонке. Падение ниже 32,25 с последующим подъемом выше, вот это другое. Азад пишет ANSS, позиция short. Роман, я надеюсь, не слишком быстро, мы с вами не слишком быстро это делаем, потому что иногда хочется сказать подольше поговорить про акцию, но я смотрю на этот список и просто опять-таки, Роман, напомните, чем занимается эта компания ANSS? Один момент. Software application. Она плоская на недельном графике, недельный график ничего не подсказывает, ни вверх, ни вниз. Смотрим на дневной график. Единственное, что он говорит, что эта акция не хочет падать. Она упала очень сильно в начале августа, видимо, когда вышел Earnings Report, доклад о доходах, и отказался от этой цены. Я не знаю. Вы знаете, я смотрю на эту акцию и начинаю щуриться. Так, с одной стороны, с другой стороны. Как только я себя ловлю на том, что я с одной стороны, с другой стороны. Поехали дальше. Поехали к следующей. хорошая сделка прыгает на вас, хватает на меня, прыгает, хватает меня за лицо, говорит, вот, поехали. А когда начинаешь, да, с одной стороны, с другой стороны, значит, ситуация неопределенная. На рынке очень много хаотичности, и поэтому я всегда жду, что сделка прыгнет и вот схватит меня. Сегодня было две таких сделки, которые мы уже обсудили. Сергей хочет, смелый человек, хочет закоротить BNTX. Это компания, которая, значит, BioNTech, это компания, президент, который изобрел вакцину, которую продает Pfizer. То есть Pfizer продает их вакцину. Естественно, они на продажах вакцины великолепно зарабатывают. Сергей, я признаюсь сам, я коротил на позапрошлой неделе Модерну, но во внутридневной сделке держать короткую позицию на Модерну, на BioNTech, на Pfizer, это рисковое дело в этой обстановке, потому что у них есть продукт, которого хочет весь мир. Они цены держат, они не поднимают цены очень высоко, чтобы не попасть под политическое давление, но это компания, они печатают деньги. Я был бы очень, очень, очень осторожен с продажами их на коротко. Вот это тот случай, когда фундаментальная информация об акции очень важна. Александр пишет, говорит, рискованная сделка, акции молодой компании, Lordstown Motors, right. Вы знаете, это компания грузовики электрические собирается выпускать. Так, где она у нас? Right. безумство храбрых поем и песню. Донушка Right в мае было 6,69, а на прошлой неделе оно было 4,77. Довольно сильная просадка в процентном отношении это почти 20%. Дневной график ну это я бы сказал это нездоровый образ. Роман посмотрите не было у них сегодня earnings report случайно Right 11 августа значит уже было когда я вижу такое когда я вижу вот такую фигуру то я сразу хочу закоротить ну я не собираюсь закоротить акцию которая стоит дешевле 15 долларов так просто один одно из моих правил эта акция стоит 6 копейками но то что акция открылась с гэпом вверх выстрелила вверх и сейчас торгуется по цене ниже цены открытия показывает на то что новость выстрелила и все зевнули а нам это неинтересно так что я бы покупать по крайней мере со временем да то есть у электроавтомобилей есть огромное будущее имеет смысл отслеживать эту индустрию отслеживать ее акции но вот такой выстрел что мы видим в этой компании сегодня я бы я бы четко постоял в стороне покупки мое мнение а вот еще один смелый человек хочет закоротить модерна м а м а все что я сказал относительно бионтек относится к модерну во внутридневной сделке я могу показать как это выглядит вот внутридневной график модерны слева 25-минутный график справа 5-минутный модерна ударяет по верхнему конверту и начинает от него отходить играем на понижение в районе 408 долларов снимаем прибыль в районе 400 все пошли домой но для этого требуется умение дисциплина и так далее и так далее и так далее акцию спрос на товар который не ограничен в данный момент кстати только что объявили что люди которые получили вакцинацию Pfizer и Moderna рекомендуется добавочный укол 8 месяцев спустя после первого я вакцинировался в марте поэтому я в ноябре уже все иду на Moderna опять я ничего не плачу американцы никто не платит за эту вакцину правительство оплачивает все это дело но только что повысили спрос на эту вакцину внутри страны на 50% мы будем ее коротить я не думаю так у нас еще осталось 3 акции Шамиль пишет купить Mac MAC очень знакомый тикер сейчас что это такое если память не изменяет это инженерная компания какая-то у них стоит RAID что-что Рейд Реал Эстейт а недвижимость вы знаете опасность компаний по недвижимости в том что они колоссально 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 зависят от учетного процента и начинается уже шумок что учетный процент который в Америке близок к нулю будет повышаться в будущем в будущем году точно будет повышаться может быть и раньше поэтому я просто побаиваюсь вот этих акций недвижимости и акций компаний которые продают электричество воду utilities не знаю как по-русски сказать потому что они тоже колоссально зависят от учетного процента дело ясное что дело темное а когда такие ситуации я обычно в сторонке так одну секунду он хочет посмотреть на n 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 вы знаете я в случаях говорю эта девушка настолько молодая что она наверное даже нелегальная еще ей еще 18 лет нет слишком короткая история в этой акции и такую такую молодую акцию я просто отказываюсь трогать это вы знаете это вот как ваша сделка с китайской акции вам повезло с ней выигрыш был четко по везению может быть или может быть очень глубокой информации которые которые у вас есть здесь это прыжок в неизвестность это лас-вегас это это не акция она станет акция когда она подрастет немножко и последнее юрий хочет закоротить компанию боинг бей сейчас нет нет неправильно напечатал одну секунду еще раз а вот нет правильно идет последнее это компанию которой все время выходят какие-то колоссальные фундаментальные проблемы это крупнейшая экспортная компания Америки конечно сейчас экспорта у них практически никакого нет потому что последнее что авиакомпаниям нужны это новые самолеты у них старых самолетов слишком много и периодически выходят новости то не так с технологией то не так но акция отказывается ломаться и мы видим что тренд с марта прошлого года по сей день четко идет четко идет вверх в данный момент недельный график красный покупать нельзя на сегодня четверг на следующей неделе если эта акция будет котироваться дороже чем 215 с половиной долларов а сегодня 218 значит на следующей неделе если она будет котироваться больше 215 с половиной долларов импульсная система станет синий и запрет на покупку исчезнет на следующей неделе смотрим смотрим на дневной график имеется двойное дно имеется двойное дно нет ложного выпада вниз но четкое двойное дно желтые точечки на индексе силе показывают что были панические выбросы акций эти панические выбросы не смогли сломать эту акцию так что на этой неделе покупать еще нельзя на следующей неделе по моей системе конечно покупать может любой но на следующей неделе если акция будет стоить дороже 215 с половиной покупка будет совершенно легитимной мы рассмотрели все акции которые были присланы на наш замечательный конкурс как всегда говорил нам нужно чуть-чуть как-то начать ограничивать количество акций которые мы принимаем это нам позволит чуть-чуть глубже их разбирать но ваш выбор ваш выбор если мы начнем как-то их отбирать мы ни в коем случае не должны прилагать собственное мнение какую брать и какую не брать это или я бы сказал тот кто участвовал уже в предыдущих вебинарах имеет первые первые места ну абсолютно ваш выбор это неиздетственном обсуждать спасибо спасибо Александр спасибо большое за как всегда ваш скажем так напутственное слово которое прошло через те вопросы на которые вы отвечали через ваш разбор акций я думаю что вы помогли всем участникам посмотреть немного с другой стороны возможно найти как раз вот эти шероховатости которые можно будет сгладить в ходе дальнейшей торговли спасибо большое не будем вас задерживать когда я еще буквально пару минут расскажу как раз про конкурс расскажу про индикаторы вот а тогда мы с вами увидимся уже в сентябре и посмотрим что будет на рынках спасибо Роман и всего хорошего вам и вашей команде спасибо большое до свидания Александр до свидания уважаемые участники да как я обещал в конце как раз вебинара для того чтобы рассказать про основные моменты как раз после нашего вебинара во первых по поводу индикаторов которых вы видели в начале которые мы показывали на платформе MetaTrader 5 они доступны для клиентов клиентов Admiral Markets вы их сможете получить если у вас есть открыт реальный счет пополнен на сумму минимум 200 евро в этом случае индикаторы будут функционировать для того чтобы получить данный индикатор вам нужно отправить запрос на почту elder disk собака AdmiralMarkets.com сейчас я также для удобства в чат напишу данную почту после того как закончу и для тех кто будет смотреть нас уже непосредственно в записи то вы сможете найти эту почту как раз в описании к этому видео там она будет доступна один момент и соответственно уже вместе с этим индикаторами вы получите и настройку как их настроить и шаблоны то есть вас буквально после установки будет выглядеть точно так же как я показывал на метатрейде вы сможете анализировать как акции которые можно шортить покупать также и например для инвестиционного счета поэтому все будет в письме если есть какие-то дополнительные вопросы то также напишите на почту ElderDisk и соответственно уже дальше я подскажу как можно их дальше получить теперь коллеги также хотелось пару слов сказать про конкурс и вот про вопросы сейчас вижу Антон написал где же вопросы вопросы были сегодня чуть раньше то есть те кто будет просматривать записи они были как раз до самого конкурса и сейчас я расскажу уже непосредственно про конкурс и как написать как можно задать свои вопросы сейчас я покажу еще раз ну давайте сделаем про конкурс ну во-первых вот это еще раз те акции которые мы получили от наших слушателей в этот раз да то есть все эти акции будут участвовать в конкурсе для того чтобы принять участие в конкурсе под этим видео которое появится на ютуб канале Admiral Markets сейчас тоже ссылочку на него даю чтобы вы смогли подписаться и соответственно ваши вопросы оставить нужно приложить как раз одну акцию которая торгуется в Admiral Markets но лучше брать рынок США он более понятен более привычный как правило большинство сделок происходит оттуда вы предлагаете одну акцию нужно присылать акции ближе к дате следующего вебинара то есть на следующий вебинар будет 29 сентября поэтому вот к этой дате нужно присылать акции которые будут как раз могут повести себя хорошо в следующий месяц потому что что мы делаем мы берем вот те акции которые вы прислали к вебинару Александр рассматривает их на вебинаре то есть следующего 28 сентября и мы смотрим как они себя ведут в период до вебинара который будет в конце октября соответственно если эта акция находится где-то в середине диапазона то вряд ли можно рассчитывать на какое-то сильное движение но если она близка к уровню поддержки или к сопротивлению то в этом случае она может как раз быть неплохим кандидатом на победу еще раз это джентльменский конкурс конечно мы понимаем что вы в акцию можете войти чуть раньше чуть позже и также из нее выйти заработав на ней а это джентльменский конкурс скажем так в котором как раз победитель получает книгу с автографом Александра вот как в этот раз да вот из тех акций которые присылали как раз прошлого месяца да в июле в августе да в августе которые были вот такой был список акций все они участвовали в конкурсе но вот только одна соответственно показала лучший результат соответственно и победитель получает эту книгу мы принимаем акции только присланные максимальный срок это за две недели до вебинара да две недели до вебинара и вот в таком возможно быстром да разборе да когда акций много Александр по ним проходит высказывает свое мнение и опять же показывает свой подход здесь основная задача чтобы научиться как раз принимать решение быстро да и Александр в этом случае показывает как он это делает поэтому когда это видео будет доступно на ютуб канале вы обязательно оставляйте ваши вопросы да то есть вот как раз вопрос был который про вопросы вопросы мы тоже принимаем оставленные под видео на нашем ютуб канале появится это видео оставлять вопросы можете оставлять сразу же то есть завтра будет видео опубликовано можете сразу же завтра оставлять вопрос мы обязательно передадим Александру Опять же, старайтесь сформулировать вопрос в двух строчках. Не нужно расписывать 10 предложений, кучу условий, которые могут быть. Это очень сложно воспринять. Но, как сегодня Александр говорил, лучше задать простой вопрос, который вас беспокоит, который вам кажется, получив на него ответ от Александра, будет важным. Отнеситесь к этому так. Какой-то подход, какие-то сделки, это будет очень сложно ответить в формате вопроса, но постарайтесь сформулировать ваш вопрос максимально четко, максимально емко, чтобы Александр мог на него ответить. Видео будет опубликовано, оставляйте вопросы там. Акции на конкурс присылайте ближе к 28 сентября, 28-29 сентября. Для тех, кто будет смотреть нас уже в записи, то 28 сентября будет последний день перед вебинаром. Значит, вебинар у нас пройдет 29 сентября. То есть до полудня, 29 сентября по Москве мы принимаем заявки на конкурс. После полудня мы уже их не принимаем. Поэтому старайтесь как можно ближе к этой дате их прислать. Тогда вероятность того, что ваша акция попадет на разбор, и, соответственно, к Александру она будет, безусловно, выше. Ну, а на сегодня это все. Всем еще раз спасибо за участие, спасибо за вашу активность. Спасибо за вопросы. Те, кто смотрит нас на YouTube-канале, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. И увидимся уже на следующих выпусках. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok